В эфире Радио России Новосибирск. В новосибирске коллектив показал масштабный мюзикл «Шербурские зонтики». Сегодня у нас в студии герои зонтиков Женевьева и Гийом. Роль Женевьева исполняет дипломант премии «Золотая маска» и «Золотой софит» актриса Ольга Левина. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. А в роли Гии занят лауреат международного конкурса, дипломант премии «Золотая маска» и «Золотой софит» артист Сергей Овсянников. Сергей, добрый день. Здравствуйте. Также наша гостья художественный руководитель театра «Карамболь», заслуженный деятель искусств России, лауреат премии «Музыкальное сердце театра» Ирина Брондз. Здравствуйте, Ира. Здравствуйте. Почему ваш театр с французским названием? И мало того, не имеющим отношения к театру как таковому, скорее к музыкальному имеете в виду? К вообще к театру. А, вообще к театру. Все спрашивают об одном и том. А это тяжелая участь ваша, каждое интервью отвечать на этот вопрос. Да, вы знаете, то, что это французское название, я сегодня впервые за 30 лет, нам в следующем году 30 лет уже, вдруг поняла, да, что-то в этом есть французское. «Красный шар» переводится. «Боль» — это шар, а «Карам» — это карминовый, вот поэтому. Замечательно. Ну, вы знаете, это название, может, нам было бы уже поменять за 30 лет жизни театра, потому что поначалу оно нам понравилось, потом уже все думали, надо поменять, но нас уже так полюбили и узнали с этим названием, что придется с ним сейчас разбираться. «Карамболь» — вообще-то бильярдный термин, да, все его знают, как бильярдный термин, удар шара по двум, да, но будем считать, что это как бы наша... «Маленькая тайна». Да, тайна, как мы будем отодвигать тех, кто нам мешает, потому что нам мешали очень много лет кто-то, да, нас долго очень не пропускали. «Кто-то» — это кто, Ирина? Ну, вы знаете, когда возникает театр негосударственный поначалу, и только позже он становится государственным, а потом еще идет вверх-вверх-вверх, то возникают друзья, в кавычках, которым, да, не очень хочется чуть-чуть посторониться. Но мы всех любим, мы теперь со всеми дружим, мы возникали абсолютно независимо от того, что было вокруг, и это был перестроечный период, как я всегда говорю, больше ста театров в Петербурге возникло, а выжило 5-7. Вот нам повезло в этом плане. «Карамболь» еще связан частично с тем, что первая программа, когда артисты, музыканты, ваш покорный слуга создавали этот театр, мы называли ее «Карамболина Карамбалетта», и там есть такой герой Маркиз де Карамболь. Как-то вот все это вместе, плюс идея одного из режиссеров у нас была поначалу озвучена, нам показалось, что что-то в этом есть звонкое, что-то в этом есть символическое. Вот поскольку я все круглое люблю, считаю, что в этом есть какая-то гармония, и дети говорили наши, которые впоследствии при театре уже стали студийцами, у нас детская студия еще есть при театре, они откуда-то взяли, что вообще «Карамболи» когда-то бродили по каким-то дорогам, что это были какие-то клоуны бродячие, я понятие об этом. Катились, они все равно были шарами и катились по дорогам. Наверное, наверное. И как-то так вот сложилось. В конечном итоге, вы знаете, не слово определяет театр, а театр в дальнейшем стал определять это слово, потому что сегодня, когда мы уже можем счастливо обозначить, что у нас очень много почитателей, много зрителей, и что мы лауреаты многих-многих конкурсов, включая высшие премии национальные, мы это слово уже не воспринимаем абстрактно. Хотя я понимаю, что когда его произносят, все спрашивают, а почему. Сегодня «Карамболь» — это музыкальный театр для детей и взрослых в Петербурге, государственный, который, в общем, любит очень своих зрителей и который зрители тоже чтят своим вниманием. Но начиналось все с детей, я так понимаю. По-моему, имя и продолжается. Ими и продолжается. Я афишку поизучал вашу, и там что-то очень много спектаклей детских у вас. В этом плане, да, мы возникли как детский музыкальный театр, и мы продолжаем им быть. Какой-то период времени мы назывались музыкальный театр для детей и взрослых, потому что расширили свой репертуар, у нас были взрослые спектакли. И в дальнейшем сейчас мы просто музыкальный театр, поскольку есть у нас спектакли немного для взрослых, но, по сути, мы всё-таки такой семейный мюзикл-театр для детей и взрослых, по сути своей. И мы думаем, что со временем мы вернём название детский музыкальный, государственный детский музыкальный театр, потому что 90 с лишним процентов нашего репертуара – это мюзиклы для детей. Но, опять-таки, часто задают вопрос, вы для детей работаете только? Нет, мы работаем для семьи. У нас семья на сцене и семья в зале. Такое, знаете, зеркальное отражение, поэтому вы совершенно правильно про афишу сказали. Но, с другой стороны, ваши детские спектакли некоторые есть вообще старческого возраста. Столько не живут, хотите сказать, на сцене? Чудо-дерево. Там по 30 уже годиков держатся в афишах. Чудо-дерево. Вот. Какую живую воду пьёте? Вот, вы знаете, это наш большой секрет, мы его никогда не раскроем, потому что иначе вода сразу омертвеет. Но... Но вам он известен самим. Мне... Да, нам он известен, не только мне. Нет, мы сами что-то пьём, но думаем, это живая вода или нет. Вы знаете, есть у нас какая-то своя тайна, которую я сама пытаюсь разгадать, потому что иногда я не совсем понимаю, в чём вот эта изюминка наших спектаклей. Почему выходят дети и отдают свои шарики воздушные другим детям после спектакля. Я знаю такие случаи, когда вот жадный мальчик, просто мне мама его звонила и рассказывала. Я так и сказала, мой жадный мальчик. Мой жадный мальчик, да. Это, кстати, мальчик одного известного режиссёра Внук Петербургского. Вначале сказал, не отдам шары, дай... Зачем тебе столько шариков воздушных? Не отдам. После «Жар птицы», посмотрев на всю историю на сцене, он вышел и начал раздавать шарики детям. Вот. Были ещё всякие разные случаи любопытные. Ну, это долго рассказывать, я просто вам хочу сказать, что у нас есть какая-то нотка в спектаклях, и это уже всерьёз, щемящая нотка. Она стала таким лейтембром нашим. Мы веселимся, мы ненравоучительно рассказываем о важных моментах, мы рассказываем о взаимоотношениях детей и взрослых. И в конце часто слёзы. Зачем детей щемите? А вы знаете, щемим мы взрослых, а дети просто задумываются над чем-то, потому что они заодно и развлекаются, и поют с нами вместе. Где-то даже танцуют в проходах, бывает, скакивают в том же Чуковском. Это зонка оперы такая, она джазовая опера. И взрослые, однако же, они вспоминают себя маленькими, потом они ассоциируют себя со многими вещами, которые им со сцены транслируют, и о которых их, в общем, спрашивают рядом сидящие дети. Поэтому у нас ползала взрослых, ползала детей, а значит, мы для всех. Я хочу Ольге и Сергея спросить, вам шарики достаются или что-то другое от жадных мальчиков? Да. Достаются. Достаются. Да, но мы не берём. Не только шарики, и рисунки. Рисунки, шоколадки, цветы. Да много всего. Вот в драматическом детском юношеском театре, в театре юного зрителя, к примеру, традиционном, там артисты вступают во взаимодействие, в диалог с публикой, и я помню, наша легендарная актриса-травести Зоя Булгакова, ей дети приносили передачки, когда она играла нищего мальчика, вот, они её прикармливали, прям по ходу спектакля. Сейчас, вроде как, времена не те, но у артистов музыкального театра есть шанс вот вступить в диалог и быть прикормленным? Ну, прикормленным не знаю, но в диалог-то точно мы вступаем. Конечно. Ну, не перегибаем палку, так сказать. То есть, получается, что каждый спектакль — это всё равно диалог со зрителем. Всё равно мы каким-то образом задействуем публику. Немного, но задействуем. Если петь, то как тут в диалоге? Вот я бы сейчас к Олесе с песней обратился, это бы не по сценарию было бы. Ну, я бы подпела, конечно, но потом бы вам высказала всё равно. А мы ведь не только поём, конечно, мы ведь очень много говорим. Мюзикл — это далеко не только пение. В чём сложность-то жанра? Поём, говорим, танцуем, пытаемся каким-то образом не вовлечь зал, а просто с ними соединиться на каком-то, ну, я не знаю, энергетическом уровне. Потому что мы очень редко с залом нарушаем ту самую четвёртую стену. Мы редко используем то, что в спектаклях для детей принято, да, вот диалоги с ними напрямую. Но иногда это импровизация получается. Когда вот идёт незапланированный такой, дети начинают вдруг громко кричать, между собой общаются актёры. И если это спектакли именно для детей, особенно для маленьких, у нас ведь спектакли очень для разных возрастов. Вот, я имею в виду именно спектакли для более юной аудитории. Там приходится ориентироваться по ходу событий. Ну, «Шербургские зонтики» вот явно не рассчитан на детей. Там про внебрачные связи, как бы, истории, в общем, для тех, кто после 16, по-хорошему. 16 плюс, да. И, ко всему прочему, задумывался «Шербургские зонтики» Леграном, как опера. И в фильме этому следовали. То есть там только и единственно поют, ну и музыка, время от времени, сама по себе. А ваш спектакль как реализован? Есть ли диалоги вот в этой опере, вообще говоря, не на музыке? Нет, у нас всё поётся. Это именно опера тоже у вас, да? Это джазовая опера, если говорить строго, как определил это автор. Но мы это пишем в программках как мюзикл. Ну, во-первых, потому что очень тонкая грань между джазовой оперой и мюзиклом. Во-вторых, в каком-то смысле наш зритель просто жанра этого не знает. Поэтому он определяется таким образом в программках. А вообще, это вы абсолютно правы, это опера. Ира, а вы в каких жанрах пишете? У вас там в афише авторство стоит в нескольких работах. Я занимаюсь мюзиклом в основном, и преимущественно детским мюзиклом. И у меня есть среди этих мюзиклов мюзиклы, оперы-мюзиклы. Это такой вот через теряю. Это «Царевная лягушка» и «Сказка о рыбаке и рыбке». Это вот именно жанр, который существует. Он и в оперных театрах есть такие. Вообще, понятие жанров – это же очень зыбкая история. Потому что Кармен – это опера, она ведь с диалогами. Безе написала. Анна Мереме вообще написала это как прозу. Да, да. До того, как Безе взялся. А потом ещё Щедрин руку приложил. Ну, это там уже балет. Да, сиитой, балет, да. Поэтому вот то, чем я занимаюсь как композитор, это преимущественно мюзикл и опера-мюзикл. Вот я всё-таки про жанры хочу завершить эту тему. Я думала, вы запоёте сейчас, Сергей. Нет, мы попросим наших гостей, может быть, спеть. Но это будет чуть позже. Почему сегодня бывшие театры мускомедии, театры оперетты так страстно переименовываются в музыкальные театры, там, я не знаю, в какие-то ещё, может быть, театры, но маскируют то, что это мускомедия, то, что это оперетта. Что за нелюбовь к жанру? Вы знаете, я много занималась в своё время оперетта, я хорошо знаю этот жанр. Дело в том, что это не нелюбовь к жанру. До сих пор существует очень большая аудитория у этого жанра. Просто мюзикл, заполонив с собой очень много театра, потому что ведь драматические тоже театры ставят мюзиклы, хотя это не мюзиклы, потому что мюзикл – это немножко другая история. Я как музыковед по образованию могу тут долго говорить по теории жанра. Мюзикл – это когда музыка и хореография идут впереди, а не тогда, когда есть сквозные темы, когда есть музыкальная драматургия. У нас в драматических театрах мюзиклами называют всё, где поют. На самом деле это просто спектакль с музыкой, это немножко другой жанр. А вот что касается опереты, как-то так время с ней немножко поступило своеобразно, потому что по мере того, как вырастает молодое поколение, большая часть из них, насколько мне известно, относится к оперете немножко так иронично. Потому что все там, так сказать, всякие сюжеты – это немножечко всё такое, дань специальной театрализации такой. При том, что там есть абсолютно гениальные творения. Я уже не беру летучую мышь, которая вообще опера. И дирижировать эту овертюру считают за честь великие дирижёры, вплоть до Караяна, понимаете. А я говорю о простых каких-то таких образцах. Поэтому сюжет, который там, видимо, прежде всего из-за сюжета, молодое поколение не очень сильно это воспринимает. Хотя у этого жанра есть всё равно и по сей день свои любители. А вот мюзикл, который принял эстафету, и вот «Моя прекрасная леди», «Моя фейер-леди» до сих пор спорят, это оперета или это мюзикл. Потому что это-то произведение на основе Бернарда Шоу, в общем, все очень чтят и любят, независимо от возраста. Тут и с микрофонами поют, и без микрофонов поют. И поэтому, когда есть хорошая литература в основе, а в мюзикле, как правило, должна быть в основе всё-таки хорошая литература, иногда даже трагические финалы, как в «Висайской истории» Бернстайна, и не только. Тогда, конечно, уже любая категория слушателей и тех, которые требовательны к литературе, и тех, которые любят красивую музыку хорошую, и музыкальный театр, они, конечно, тогда в театр пойдут. А оперета, на мой взгляд, всё равно должна иметь своё место. И, видимо, театры в погоне за молодой публикой немножко, так сказать, избавляются от этого жанра. И потом режиссёры современные, молодые, не сильно любят оперету. Просто изменились полюса. Я вспоминаю 30-е годы, свидетелем не был, но фильм был, который назывался «Антон Иванович сердится». Так вот, Антон Иванович со стороны оперы осуждал оперету как лёгкий и легкомысленный жанр оперету. А сегодня молодняк занимается тем же самым. С пренебрежением относится к оперете. Я традиционалист, сторонник вот, чтобы оперета была. Как вы, уважаемые наши солисты, артисты, я не знаю, как вас правильно называть, когда вы в музыкальном театре? Солист и вокалист? Солист. Солист и вокалист. То есть артистами вас называть это некорректно. Артист, ну, в общем, артист, наверное. Как вы пришли в музыкальный театр? Ты начнёшь? Оля, давайте. Да, я могу начать. Это роль в «Шарбургских зонтиках». Зонтиках — это моя дебютная роль. Так получилось, что я прошла кастинг. Ирина Дмитриевна и команда постановочная, они меня взяли, и я начала работать. И мой творческий путь начался с работы в этом мюзикле. И вот так я оказалась в театре «Карамболь». А на кастинге вам пришлось петь из этой вот оперы номера какие-то? Или просто вокал демонстрировать? Я думала, вы сейчас бросите из положения лёжа, из положения сидя. Как мы выяснили у наших солистов, они всё могут. Нет, я исполняла «Кошки» и… Уэббера. Уэббера, да. Естественно, «Мэморис» это были, да? Да, да, это было «Мэморис». И потом мы на втором туре, я как раз познакомилась с Сергеем, то есть мне предложили выучить музыкальный материал уже из «Шарбургских зонтиков», дуэт. И мы, Серёж, там с тобой и познакомились, и попробовали это первый раз исполнить. Да. Я, может быть, упустил. Вы откуда пришли на этот кастинг? После окончания чего-то? Я приехала из Москвы. Расскажи, как вы после окончили? Да, я закончила Российскую академию театрального искусства, ГИТИС. И практически сразу я узнала, что будет кастинг, и приехала в Петербург попробовать. В смысле, это было целенаправленно, или вы просто провели мониторинг? Не, ну надо было где-то деньги зарабатывать с другой стороны, и возник кастинг вовремя. Ну, бывает, векторально как-то идут солисты, а бывает, вот где что дают. Олеся, вот как из Новосибирска наши солисты, артисты, которые уезжают в сериалах сниматься? Я не знаю, не уезжала. Им сказали, вот там кастинг идёт на каких-нибудь жуков, я не знаю. Ну, вот я и хочу Ольге спросить, как она узнала об этом кастинге. Я непосредственно искала? Ну, так получилось, да, что он мне попался на глаза, и получается так, что так просто сложилось, что я в 2008-м закончила учёбу, а, по-моему, через полгода, да, в 2009-м мы это поставили, но мы чуть-чуть пораньше начали этим заниматься. Я как раз оказалась в Петербурге на кастинге. Случайно, не случайно. Само случилось, да. Сергей, а вы... До того, как встретили Ольгу... До того, как я встретил Ольгу, я работал уже в театре. В этом, в Карамболе? В Карамболе, да. А как вы в театр-то пришли? А как я попал... Интересно я попал, на самом деле. Действительно. Я тогда заканчивал театральную академию у нас в Петербурге, и мы учились при мускомедии. И там художественный руководитель сказал, что... Ой, художественный руководитель, Помреж сказал, что вот есть такой театр Карамболь, вот хотите ли туда попробоваться. Собственно, я пошел, ну, так, пошел и пошел, как бы... То есть у вас кастинга не было? Как у Ольги? Нет, просто пошел устраиваться на вакансию. Просто пошел устраиваться, да. Ну, и, в общем-то, и устроился, в общем-то, и взяли. Пели? Да что-то там спел. На приеме. А я вам раскрою секрест. Знаете, почему мы тогда Сергея приняли? Мы еще не знали, какой звездой он у нас вырастет. Мы его приняли, потому что он жутко был похож на Коренева Ихтиандра из «Человека-амфибии». Более того... Точно! Точно! Более того, я понятия не имела тогда... А вы хотели ставить, простите, «Человека-амфибии» в музыкальном деле? Мы его поставили в дальнейшем, но на тот момент даже мысли такой не было. Я просто посмотрела и подумала, это же надо, такой же симпатичный... Ихтиандр, по одним словам. Мы гораздо позже поставили. Более того, Сережа в «Человек-амфибии» играет не Ихтиандра, а роль, которую Казаков играл в фильме, Зуриту. А Ихтиандра у нас играл совершенно другой молодой человек. Но тем не менее, вот эта мысль, я уже потом рассказывала Сереже, эта мысль меня очень как-то так подтолкнула все-таки принять его в труппу, и постепенно вот он вырос в звезду. А вы звезда, да? Ну, говорят. Художественный руководитель говорит. Этуаль. Никое как. Вот у нас, я не помню, начало разговора было до студии, так сказать, или в каком положении поют артисты. Это я к тому, что вдруг вы могли бы исполнить, скажем, хотя бы небольшой фрагмент номера из шербургских зонтиков или какого-то другого вашего спектакля. Такой мягкий, корректный. Сергей Иванович не устает. Прямо сидя. Или если кому-то тяжело, у нас один микрофон поставлен, совершенно случайно был поставлен для того, чтобы некие вокалисты могли стоя... Ну что, как будем, сидя или стоя? Да, не знаю, можно сидя. Можно сидя. А что мы будем... Скажите, что это будет. Наверное, шербургских. Вы с нами можете как с детьми общаться. Вы же в диалог с ними вступаете, вот... Может, мы и подпоём даже? Может быть. Нет, не будем? Олеся может. Ну, я могу, но я не буду всё-таки, да. Тут к солистам, к звёздам вообще. Я тут не примазываюсь никак. Припев споёте? Я тебя, любимый, буду ждать всегда. А, вот что ждут. Да, да. Ну, а капелла это, по-моему, первая наступит. Ну, попробуем. Я тебя, любимый, буду ждать всегда. Всю два тебе одно. Останься. Нет тебя и жизнь пустая. И ты всегда со мной. Только миг не уходи. О, нет. Но мне давно пора. Ты не смотри мне вслед. Спасибо вам большое. Вы, Ирина, сейчас так критично смотрели, как оценили капеллу первый раз. Да. Это очень сложно, кстати, спеть без сопровождения Мишеля Леграна. Ну, в общем, да, мелодии-то не очень простые. Не простые, двухголосие и сходу молодцы. Спасибо, спасибо. Да, и еще раз отдельное спасибо за то, что решились. Потому что я представляю, насколько это невыносимые для вас условия. И для вот пения это. Так что спасибо еще раз. Молодцы. Скажите, а вот Ирина в вашем театре, не могу без этого тоже обойтись, она карабас-барабас для вас или как-то другие взаимоотношения? А потом я у Ирины то же самое спрошу, пусть она оправдается. Вы знаете, я вот осмелюсь сказать, что Ирина Дмитриевна очень справедливый художественный руководитель. Я осмелюсь сказать больше, для меня в театре Ирина Дмитриевна как, ну, вторая мама, наверное. Это вот так. Так, сдержанно, хорошо, да. Лаконично, идем к Ирине Дмитриевне. Хотя бывает все. Ну, как с мамой же. Ну, естественно. Так есть у вас плетка семихвостка для артистов? Сейчас Ирина нам опять скажет какой-то секрет. Как говорит пони из нашего и последнего спектакля, я против насилия. У нас спектакль «Большой секрет для маленькой компании» с музыкой Сергея Никитина. И вот там у нее есть такая сакраментальная фраза. Вы знаете, артистов любить надо, иначе ничего не получится. Так говорил Эльдар Диза навсегда, и мне очень это близко. Может быть, кто-то из них еще не знает, что я их люблю. Ну, в общем, надо любить всех. Вы знаете, потому что это, когда это не контрактная история, да, когда это государственный театр, это театр семейного типа. У нас вся жизнь каждого артиста как на ладони, и личная, и всякая. Понимаете, поэтому помогать нужно, когда им сложно. У меня нет приемных часов, как в других театрах. И две двери с двух сторон, и иногда это просто невозможно. То есть у меня с двух дверей одновременно идут люди. И вот просто вот так. Иногда я понимаю, что слишком демократичной быть тоже плохо, но так складывается. Тут вопрос еще в том, что я не просто художественный руководитель, директор, да, особенно второе слово. А я еще автор многих произведений и музыкальный руководитель спектаклей. Я все время с ними. У меня очень мало времени, чтобы подписать бумаги, все это там созвониться. Я все время присутствую при репетициях каких-то, во время творческих каких-то выяснений, даже когда ставят другие авторы и композиторы другие. Все равно я в каждом спектакле какую-то роль, но во всяком музыкальный руководитель я всегда. Я никому это не доверяю. Я выпускница консерватории, у меня есть свой вкус. Это тут редкие случаи, все говорят, что нет ни одного театра, где музыкант возглавляет, является директором-кудруком. Обычно это режиссеры. Вот, поэтому наше отношение с артистами — это отношение коллег, как мне кажется. Но всякое бывает, естественно. Я им говорю о том, что это моя миссия, делать вам замечания. Я обязана. Строжиться. Конечно, конечно. Вы про себя можете вот это расхожее понятие озвучить? Я строгая, но справедливая. Сама про себя. Мне хотелось бы, чтобы это было так. Я ничего про себя сама сказать не могу, потому что я про себя ничего не знаю. Я знаю, чего я хотела бы. Я бы хотела, чтобы у нас вот как минимум то, что все говорят, что у нас атмосфера немножко другая, чем в других театрах. У нас тоже театральные всякие моменты бывают, но каждый режиссер, который к нам приходит, говорит, «Слушайте, у вас хорошо, хотя здание у нас не отремонтировано, играем мы на чужих площадках, наши еще не сделаны». Что-то долго у вас там уже, с 2000 какого-то шестого или седьмого года вы... С седьмого года, 12 лет, да. Это больная тема, лучше ее сейчас не затрагивать, потому что это просто кошмар и ужас. Я надеюсь, что в этом году, может быть, что-то сдвинется с мертвой точки, но у нас в Петербурге это сложно. И для меня каждый артист — это индивидуальность, это человек, это творческая личность. И все мои эмоции в их адрес, какие бы они ни были положительно отрицательные, это эмоции к близкому человеку. Вот и все, все, что я вам могу сказать. Типа, бьет, значит, любит, с одной стороны, да, а с другой стороны, милые бронятся, только тешатся. Ну, наверное. По поводу вашей особой атмосферы, о которой вы сказали, у вас на сайте я встретила такое понятие, касаемо, по-моему, гадкого утенка. Аншлаг знаю, что такое, а вот переаншлаг — это что такое? Там было написано, прошедшись переаншлагом, по-моему, как-то так. Я точную формулировку не буду. Когда утенка чуть не задавили. Ну, вот я хочу узнать у артистов и у режиссера, директора, что такое переаншлаг. Вы знаете, переаншлаг — это когда мест в зале не хватает, приходится ставить стулья и еще разрешают кому-то стоя смотреть. Вот это переаншлаг. А у нас сначала разрешали в одном театре смотреть стоя, а потом решили, что надо еще и подушечки сделать. Поэтому на полу на подушечках сидят, когда переаншлаг. Очень хорошая мысль. Это очень хорошая мысль. Когда у нас отстроится нормально здание, мы будем играть спектакли, а не только репетировать в своем здании, мы про подушечки подумаем. У нас иногда подушечки нужны артистам за кулисами тоже. Ну, а Оля и Сергей, как могут определить переаншлаг? И вообще, насколько комфортно вам, когда переаншлаг, когда вы понимаете, что там уже свой спектакль разыгрывается, там битва за места и все остальное? Ну, нам это всегда приятно, всегда волнительно. Если люди идут, значит, им это интересно. Значит, они хотят услышать, они хотят посмотреть историю, проникнуться спектаклем. Это всегда приятно. Ну да, и как-то так вдохновение какое-то большее появляется, потому что, ну, раз пришло много людей, значит... То есть переаншлаг — это в каком-то смысле творческий насос такой. Ну и отчасти, видимо, пространство для импровизации небольшой, я так понимаю. Для очень небольшой. Поскольку мы привезли шербургские зонтики, я вам расскажу в двух словах, что было на премьере, когда приезжал господин Мишель Легран. В этом году ровно 10 лет с момента постановки. Мы не играли все 10 лет. Мы не всегда можем заплатить правообладателям, англичанам такие деньги, за которые... А это постучно, что ли? Это каждые два года лицензия пролонгируется. Это очень тяжелая история. Они требуют очень большие деньги. Евро растет, а мы не богатеем, прям скажем. Поэтому три срока мы сыграли, потом мы не играли. И вот только-только мы восстановили, набрав деньги, просто выкрутив карман и сняв с себя все, мы заплатили за прокат одного года и сейчас пролонгируем еще один год. Вот, поэтому торопитесь посмотреть. В России мы единственные эксклюзивные правообладатели. Это очень сложная история. Так вот, об аншлагах. Когда мы играли на сцене Петербургского театра и Ленцовета, знаменитого театра, мы там выпускали премьеру, и приехал господин Легран. Перед началом выяснилось, что прилетали люди на самолетах из разных стран, совершенно просто чужие люди. И я забилась в гримёрку какую-то, пришла администратор и сказала, что делать. Сейчас разнесут здание. Я говорю так, Лен, разбирайся сама. Меня не трогай, я к ним не пойду. Разбирай здание сама. Значит, там фактически это был не переншлаг, это было что-то невообразимое, потому что те, кто знают, что такое Шербургский зонтик, и ведь на сцене у нас никогда это не звучало. Знали ли они, что придет Легран или не знали, трудно сказать, потому что решение господина Леграна о его приезде было принято буквально там за пару дней до премьеры. Там всё было очень сложно, были всякие свои проблемы по оформлению в Париже. И это был вот один случай. Ещё один был случай, когда мы ставили спектакль «Мэри Поппинс. До свидания». Мы были первые вообще, кто поставил это на сцене. Я собирала всех этих авторов отовсюду. И Леонид Квенихидзе, который поставил фильм, Максим Исакович Дунаевский, Наум Олев. Я помню хорошо, как в Декалин Совета очередь была на целый квартал. И там тоже, хотя там огромное здание, и там было тоже не попасть. И вот я шла через всю-всю вот эту очередь. И вот тогда я поняла, что это кое-что. Это, конечно, колоссальный зрительский жест доверия и желание вот это всё увидеть. У нас бывали такие спектакли, и это дорогого стоит. То есть всё-таки вам больше нравится, чем пугает меня. Вот это вот по рассказам несколько пугает волосы, становится на голове. Несмотря на то, что постановка лицензионных мюзиклов – дело дорогое, у вас тут в планах, если… да, в планах, в афише этого нет ещё, мюзикл, опять же, Эндрю Ллойда Вебера, Иосиф и чего-то там ковёра тут его, да? Мюзикл нераспространённый, в отличие, скажем, от Иисус Христос Суперзвезда или от Кэтс, с которыми к вам вот Ольга пришла устраиваться на кастинг-то. Вот, тем не менее, вы снова берёте лицензию. Насколько прогнозируете успех вот этой постановки? Я внесу коррективы в ваш вопрос, потому что эта постановка у нас уже идёт. Она идёт… более того, мы стали лауреатами премии «Золотой софит», высшей театральной премии Санкт-Петербурга. Вы всё пропустили, приглашаем вас. Такие очереди, Ирина. По-моему, один… По-моему, один… Какого числа мы играем? Девятого? Девятого. Приезжайте, посмотрите. Спасибо. А ближе к Новому году у вас есть представление? Не помню, надо посмотреть. Тогда я буду в Петербурге. Всё может быть. Мы приобрели эту лицензию, и в честь Эндрю Ллойд Вебера и его окружения такого душегубства не было, как на шербургских зонтиках. Мы приобрели совершенно в человеческих условиях лицензию на первый увидевший свет мюзикл Эндрю Ллойд Вебера и Тима Райса. Молодая бригада московская поставила это. Там довольно уже известные все лица, которые сейчас очень популярны в Москве в жанре мюзикла. Постановочная бригада. Они раньше работали в Stage Entertainment, которые привозили мюзиклы. Кстати, и «Фантом» там у них шёл, и много-много других. Поставили очень хорошо. Это тоже исключительно поющийся и танцующийся спектакль. Там нет вообще текста прозаического. И это как раз тоже мы не ставим переносные, мы ставим произведения, но ставим свои версии. Вот до сегодняшнего дня, пока мы не замечены ни в одном переносе, это право каждого театра нам интереснее ставить свою версию. И везде, где нам это разрешают, мы эти произведения берём, если она нам интересна. Что вам больше всего нравится петь, Сергея и Оля, из вот этого обширного репертуара «Карамболя»? Детские ли партии? Партии ли в лицензионных мюзиклах? Знаете, есть такие партии детские, которые с удовольствием поются. Просто с удовольствием. «Жар птица», там совершенно потрясающая музыка, написанная Ириной Дмитриевной. Это детский спектакль. «Шербурские зонтики» — понятно, нравится. Это вечно зелёные, да. Да нравится всё петь. Всё, что красиво, то и нравится. Вот и всё. Оля? Ну вот, поддержу Серёжу. «Жар птица» — чудесный мюзикл. Потом «Шербурские зонтики», конечно, как вы сказали, вечно зелёные. Вечно зелёные. Вечно зелёные. Но это моя самая любимая роль. Это моя дебютная роль. Я люблю этот спектакль. Мне каждый раз большое удовольствие петь музыку. Потом ещё хочу отметить спектакль «Белоснежка». Тоже один из моих первых спектаклей в работе тоже чудесно. И есть ещё спектакли. Каждый спектакль интересный. Каждый спектакль... В каждом спектакле есть что спеть, да. Спасибо вам большое, уважаемые гости. Я напомню, сегодня в студии у нас были художественный руководитель театра «Карамболь», заслуженный деятель искусств России, лауреат премии «Музыкальное сердце театра» Ирина Бронс, дипломант премии «Золотая маска и золотой софит» актриса Ольга Левина и лауреат международного конкурса, дипломант премии «Золотая маска и золотой софит», артист, солист, как он нас поправил, Сергей Овсяников. Уважаемые слушатели, спасибо за внимание. Программу ввели Олеся Коковкина и Сергей Костриков. Всего доброго. Завершить час – традиционная сибирская сказка. Продолжение следует...